вы смотрите урок по джуму 4 меня зовут федор васильев тема урока меню с этого урока мы начинаем изучать меню и давайте рассмотрим отсюда можно перейти в настройки меню также пункты меню если вы не отключили здесь у вас будет быстрый доступ плитка плюс создать меню во первых меню может отображаться абсолютно в разных местах сайта по умолчанию когда мы с вами создали сайт чистый сайт на джуму 4 у вас как у меня будет выводиться некий модуль майн меню модули будем изучать позже видим здесь единственный пункт меню главное соответственно в эту часть в эту область сайта в этот модуль мы можем добавить неограниченное количество пунктов меню как вложенных пунктов меню также помимо этого существующего меню еще можем добавить например меню в шапку так называемое горизонтальное меню как это выглядит вот пример и уровень вложности и просто горизонтальное меню вы видите и здесь меню есть и здесь есть также меню может быть и например в подвале сайта в нижней части сайта так как у нас уже с вами есть модуль где выводится меню главное и давайте разбираться с меню именно с главной у вас скорее всего это будет называться home по-английски это главное если вы не переименовали давайте посмотрим здесь я перейду в меню видите быстрый доступ я сразу попадаю список меню пока что здесь только одно меню если это слева в колонке то это вот меню у нас да также чтобы вы понимали есть вот тут такое слово меню если я сюда перейду здесь выводится майн меню то есть это на самом деле главный заголовок по сути папка в которую входят пункты меню и если нам нужно создать еще скажем отдельное меню да то есть для главного меню у нас входят пункты меню главное там а нас статьи а внизу если нам нужно вывести меню совсем отлично от вот этого меню главного да тогда вот здесь создается например футер меню и в него вы уже включаете нижние пункты меню об этом будут более детальные потом уроки если я зайду по ссылке майн меню здесь просто я могу переименовать на русский например здесь никаких настроек нет но вот здесь вот я вижу что в майн меню у нас добавлен один пункт меню я могу сюда нажать и вот он тот самый пункт меню главное также если я кликну напротив меню по квадратику вот этой иконке тоже быстрый доступ к майн меню ссылка просто дублирующая ссылка вы видите мы здесь с вами уже были потом меню это майн меню в котором входит наш единственный пока что пункт меню главное да и пункты меню это вот главное то есть по сути просто дублирующие ссылки у нас там находится всегда в одном меню должно быть главное меню по умолчанию она отмечается вот таким домиком видите главной странице нельзя отменить главную страницу то есть сделать так чтобы не было не назначено ни одной странице вот в этой папке майн меню скажем так обязательно должно быть одно какое-то назначено мы можем переназначить главное меню например создать еще один пункт меню вот в этой в структуре меню до в майн меню и назначить его главным если нам это нужно но совсем чтобы не было главное меню здесь так сделать нельзя в джумле также находясь по сути вот здесь на странице в списке меню здесь есть настройки но по факту настроек тут особо никаких нет и это глобальные опции описание вот этих опций параметры меню позволяют настраивать параметры используемые глобально во всех меню такие как заголовок класс css и разрешение заголовок страницы в браузере необязательный текст для элемента заголовка страницы браузера если пусто используется заголовок пункты меню то есть вот у нас пункт меню главное дальше заголовок на странице показать показывать или нет заголовок страницы браузера в заголовке страницы а заголовок страниц обычно отображается внутри html элемента h1 дальше заголовок странице не обязательно альтернативный текст для заголовка страницы ну и класс и лучше это делать для каждой странице прописывать вот эти все заголовки дополнительные названия и так далее у нас есть пункт меню главное давайте с него и начнем разбираться во первых вот здесь у вас если будет написано home можете переименовать на главный или как хотите чтобы это называлось страничка очень похоже на то как мы с вами создавали статьи здесь тоже есть альяс и тут важно его сразу чтобы он был у вас ну правильный если это главная страница значит ну по-английски home или если вы удалите альяс пропишите главное нажмете сохранить страницу значит альяс автоматически джумала пропишет в этом видео мы будем разбирать именно разновидность типа пунктов меню которые у нас связаны с материалами вот это самое важное здесь пункт меню и по умолчанию у вас у меня это избранные материалы мы с вами тоже проходили прошлом видео что такое избранные материалы здесь на кнопку выбор вы можете вообще переназначить главную страницу на практически любой элемент чтобы она действовала по другому вело на другую какую-то строй страницу другую статью и так далее но в рамках этого урока мы с вами будем вот это разбирать материала если мы кликнем здесь еще есть ряд вариантов отображения материалов и в данном случае по умолчанию у нас с вами отображается вот эта вкладка избранные материалы то есть она уже у нас выбрана вот здесь это видно написано избранные материалы отображать именно избранные когда мы создадим еще один пункт меню мы естественно проверим на другие типы пунктов которые связаны с материалами пока можем оставить так у нас с вами главная страница есть и материала вот мы с вами вывели по сути несколько тестовых материалов статей в прошлом видео нижняя ссылка вот это вот она автоматически генерируется мы на нее даже никак принципе повлиять не можем пропускаем это дальше окно браузера это может выводиться по умолчанию родительское окно нового окно с элементами навигации но в окно без элементов навигации например если я выберу окно без элементов навигации нажму сохранить обновлю страницу нажму главный пункт меню видите у нас в новой вкладке открывается наша страница соответственно если я верну по умолчанию родительское окно то по сути мы же уже находимся на главной странице кликнув еще раз эта страница просто обновляется стиль шаблона это интересный момент здесь стоит по умолчанию у нас используется обычный родной шаблон к сяпио но даже вы можете создать дубликат шаблона к сяпио переназначить ему цвет например для главной страницы будет по умолчанию нас работать шаблон а для страницы 2 скажем который мы спозже создадим мы можем использовать вообще любой другой шаблон либо это к сяпио дубликат либо это вообще другой шаблон потом наглядно с вами посмотрим правая колонка у нас с вами здесь у нас меню единственное меню которое у нас созданном а меню мы с вами уже его смотрели здесь отображается когда создадим еще для нижнего меню тогда здесь появится выбор родительский пункт меню одно один у нас главный пункт меню пунктов меню больше нет поэтому назначить мы не можем рассмотрим позже тоже порядок можно менять местами по идее меню до состояние опубликовано если не опубликую то естественно выводится меню не будет главная страница это и есть переключатель а то что домиком желтым подсвечивается что это главный пункт меню ну и доступ к этому меню уровнем доступа до только для зарегистрированных например про уровне доступа у нас уже сами были уроки но и добавить примечания движемся с вами далее вкладка блок а здесь мы останавливаться подробно не будем в прошлом видео мы это уже касались это на самом деле отображение там сколько колонок сколько на странице статей выводить это можно назначить глобально в материалах наших статьях которые у нас выводятся здесь либо переназначить именно для этого пункта меню например для пункта меню будет все в одну колонку тут идти а если мы добавим еще один пункт меню с материалами там можно сделать чтобы шли в две колонки статьи вот как сейчас здесь единственное что мы здесь с вами рассмотрим это вот категория потому что выводится все к дюку категории прошлом видео я вывел статьи в разные категории здесь это показано вот категории без категорий и например вот эта статья выводится в категории 1 но сейчас вот еще одна категория выводится все статьи разум в это видите вот здесь там уж стоит все категории если я по крестику удалю то я могу назначить какую-то категорию например только из категории 1 я хочу чтобы для главной отображались избранные материалы сохранюсь обновлюсь и вот только одна статья выводится потому что только одна статья у меня назначена в категорию 1 таким образом вы можете еще добавить сюда других категорий сколько хотите либо если это все категории тогда вы ничего не убираете сохраняетесь и здесь автоматически вот будет проставляться все категории остальные здесь все моменты мы в принципе разбирали отображение это индивидуальное отображение непосредственно относящиеся к статьям главного пункта меню то есть вот все что на главную выводится именно статьи простой пример вот заголовок опять же назначено все по умолчанию все это назначено глобально у нас в статьях но можно переназначить именно для главной вот смотрите заголовок скрыть хотя вы уже должны понимать о чем идет речь смотрите вот заголовки анонсов статей обновлюсь все все заголовки для анонсов статей скрылись мы с вами тоже тоже проходили по умолчанию глобальном настройках в статьях у нас все выставлено как нужно дальше интеграция с рс ленты новостей об этом тут есть компонент рс будем позже разбирать данный компонент пока оставляют без изменений тип ссылки давайте рассмотрим сразу на примере атрибут ссылки title title по сути что такое title это заголовок внутренний заголовок который может быть виден при наведении мыши но на сайте так его не видно и title это заголовок для поисковых машин при создании пунктов меню желательно заполнять это все title страниц вот о чем страница говорит такой будет и заголовок для теста чтобы посмотреть где это выводится я просто напишу тест и нажму сохранить как я уже сказал обновив страницу на сайте мы это нигде не увидим но если я на виду мышь на пункт меню главное вы увидите всплывает подсказка вот это самый тест title для главного пункта меню вот он показан если это главная страница то для главной страницы здесь может быть главный ключевой запрос слоган вашего сайта здесь прописан css класс ссылки да это уже надо знать css и использовать это уже для себя изображение ссылки это возможность загрузить иконку для пунктов меню конкретно сейчас для главной давайте загрузим открывается медиа менеджера о котором уже был видео суда с компьютера я загрузил это должна быть маленькая иконка у меня это 16 на 16 пикселей формате png просто чтобы вам показать обновляемся видим иконка появляется напротив пункта меню главное css класс изображения тоже можно здесь прописать показать заголовок пункта меню и показать меню все стоит да если я скрою на что это повлияет обратите внимание вот мы видим слово главное если я обновляюсь слово исчезает ну вот иконку у нас осталось и теперь получается у нас иконка является пунктом меню главное но слова мы скрыли в каких-то случаях это возможно пригодится и показать в меню у вас может быть несколько пунктов меню вам иногда нужно создать меню что было именно ссылка на какую-то страницу но в меню отображать например вам не нужно то здесь это очень удобно можно скрыть и тогда вообще скроется это пункт но если бы у нас были другие пункты меню то вот этот модуль который выводит меню он бы не скрылся он бы у нас был но мы бы скрыли только пункт меню главное получается сама ссылка она существует она не скрыта но изменю изменю вот это слово и вообще пункт мы можем скрыть вот эта вещь очень полезная я очень часто сам использую это на сайтах дальше страница тоже полезная страница заголовок страницы в браузере давайте просто я что-нибудь напишу чтобы просто вам показать вот здесь вот меняется видите вместо главное и вот здесь он тоже меняется если вы хотите прописать для главный какой-то основной заголовок и если мы в код посмотрим это h1 тег это важный тег для все оптимизации как правило в самом верху самый главный большой заголовок единожды на сайте должен встречаться так в теге h1 вот он тут идет они же идет ваш контент но вы можете отдельно здесь добавить модуль с вашим текстом там назначить заголовок h1 добавить текст а здесь если вам неудобно выводить это можно скрыть то есть если я уберу отсюда вообще слова и опять обновлюсь то мы увидим слово главное и зачастую многие хотят скрыть чтобы вообще не водился здесь пункт меню и не знают где же это скрывается очень частый вопрос как раз ниже опция заголовок на странице если скроем обновимся то вот он скрывается больше здесь не выводится хотя пункт меню главный ссылка она есть вот меню то у нас есть мы просто скрыли заголовок следующий заголовок страницы вот здесь будет показано если вы заголовок страницы не скрыли оставили показать вот я написал тест тогда вместо главное будет тест но отличие вот от этого поля то что в браузере у вас не меняется стоит слово главное вы это видите но вот здесь поменялось тоже на заметку вам и css класс страницы мета данные убрали они keywords видно здесь это и не нужно ключевые слова а вот description это уже для поисковых машин это все оптимизация сайта ну конкретной страницы оставлять пустым ниже нежелательно это поле 2 может быть три предложения описывающие данную страницу и в это описание должны входить ключевые слова вашего сайта если все правильно сделаете заполните для всех страниц description то будет хорошо индексируется поисковыми системами ваш сайт обязательно к заполнению и вот это то что вы здесь напишите не будет отображаться на фронтальной части сайта где-то это только для поисковиков мета так robots про робот мы уже говорили поэтому здесь подробно не останавливаюсь скажу лишь что конкретную страницу вы можете скрыть от поисковиков атрибутами новый индекс но фолу именно эту страницу например скрыть от индексации поисковиков остальные например страница и в целом сайт будет индексироваться это ну то есть если вам это нужно а вот эту страницу конкретно можно скрыть вообще любую другую страницу любой материал можно скрыть от индексации но не знаю зачем это делать нам закрываться от кого-то нам наоборот нужно чтобы нас хорошо индексировали и хорошо кушай наш контент поисковики следующая вкладка привязка модулей на на самом деле просто здесь отображение если мы их переключим мы ничего не увидим у нас сейчас выводится три модуля на фронтальной части сайта которые действуют это брэд крамс хлебные крошки майн меню логин форм мы уже частично касались вот модуль выводят хлебные крошки вот здесь располагается вот здесь вот это меню вот здесь логин форм подри подробно у нас будут уроки про модули расположение модулей все с этим связано отдельная ветка с уроками будет поэтому пока сейчас подробно не касаемся просто отсюда можем посмотреть на что это влияет мы видим что они опубликованы модули тоже можно назначать конкретным страницам если прямо отсюда я зайду в логин форм откроются настройки данного модуля и например я его сниму с публикации временно чтобы вам показать сохранить закрыть мы видим все модули видим что этот модуль закрыт но вот не опубликованный модуль если скрыть вот видите он снизу скрылся то есть не показывать именно здесь для нас что мы это видели на то есть на фронтальной части сайта это не влияет но конечно логин форм если мы скрыли он скроется здесь тоже вот вы видите его больше здесь нет но здесь конкретно вот просто чтобы вы видели вот я скрываю и не вижу уже модули которые не опубликованы а вот так вижу все модули то есть их может быть гораздо больше здесь если вы их создадите так модуль я вернул назад включил его мы сейчас достаточно подробно разобрали пункт меню главное чтобы вы понимали что большинство вкладок присущие пункта в меню которые связаны будут с материалами со статьями они будут однотипные поэтому в следующих пунктах меню который будем разбирать вот похожие страницы похожие настройки мы не будем уже затрагивать потому что нет смысла просто тратить ваше время и свое там одинаковые настройки то есть метод данные объяснять эту страницу незачем да она будет такая же для других страниц просто другой метод данной другой странице прописывайте вот и все и назначайте робот если это вам нужно также привязка там страниц и другого рода страница они будут просто дублироваться для каждой новой странице также для быстрой работы если вы сразу знаете хотите сразу несколько страниц создать на своем новом сайте здесь тоже есть быстрые ссылки сохранить и создать сразу создастся новая страница для следующего пункта меню сохранить как копию мы с вами уже это касались здесь аналогично это работает как для статей но давайте все-таки я закрою этот пункт меню и создам его отсюда создадим еще один пункт меню уже следующий мы с вами рассмотрели именно тип пункта который ведет у нас на избранные материалы теперь давайте назовем к примеру статьи заголовок и не смогу сохраниться пока тип пункта меню я не выберу разбираем в этом видео материалы поэтому я клику по материалу и раскрываю все возможные варианты которые предлагают на сегодняшний день jumel 4 и мы с вами избранные материалы рассмотрели ну давайте начнем сверху теперь рассмотрим блок категорий что это такое просто внешне посмотрим как это выводится как отображается здесь под каждым пунктом в принципе есть небольшое описание отображение вводных частей материалов то есть анонсов в одном или нескольких столбцах давайте выберем этот тип пункта от этого зависит как раз таки ниже уже настройки они перестраиваются в зависимости от того какой мы тип выберем и вот смотреть у нас появляется категория звездочка помечена обязательно выбор ничего не выбрана то есть если мы нажмем сохранить нас не пустит сохранить пункт меню и покажет нам что мы не выбрали категорию поэтому смотрите здесь либо мы выбираем если категория на этом этапе у нас не создана то мы можем нажать на кнопку создать и прямо отсюда во всплывающем окне создать категорию на самом деле это категории который мы с вами уже проходили это категория для статей если вы смотрели предыдущие видео вы понимаете о чем речь потому что вот эти те категории которую мы создавали в прошлом видео. И вот, например, я беру категорию 1, нажимаю «Сохранить». Вот даже на этом уровне, если я пойду на сайт и обновлюсь, обратите внимание, в нашем модуле меню вот она выводится, видите, уже статьи. Если я сюда зайду, то никаких проблем нет. Выводятся статьи и выводится одна статья. Просто у меня одна статья находится в категории 1. Больше статей сюда просто я не добавил. Вы потом идете в свои статьи и там добавляете. Отличие этого типа пункта меню в том, что вы можете редактировать саму категорию прямо отсюда, например, чтобы не ходить по этим ссылкам, закрывать пункт меню, идти в категорию, что-то менять. Или нажать «Очистить», если вы ошиблись и хотите выбрать другую категорию. Отличие в том, что вы не можете выбрать сразу несколько категорий здесь. Вы выбираете что-то одно. Вот категория 3, например, у меня. Видите, я не могу взять несколько вариантов. Например, вот это без категорий. Обновлюсь. В эту категорию, вы это видите, вот категория. У меня просто выходит 3 материала, 3 статьи. Поэтому здесь их, ну как бы, 3 они есть. Соответственно, для главной, так просто делают многие сайты, скажем, информационные сайты. Для главной выводятся вообще все статьи избранные получаются, да? Потому что мы видим категорию 1 здесь, категория 1, тут категория 2, тут категория 1 и без категории вот это. Без категории, без категории. А статьи выводятся здесь из определенной какой-то категории. Вот и все. Дальше теги. Здесь можно еще добавить различного рода теги. Или метки по-другому. То есть, как я уже говорил, другие параметры, которые у нас идентичны, как мы уже рассмотрели, я их пропускаю, да? Чтобы просто не тратить время. Смотрим в правую колонку. Здесь есть изменения, которые можем обсудить. Например, родительский пункт. Вот теперь мы можем, если это нужно, сделать главным пункт меню основным. Да, то здесь, здесь визуально мы этого не видим. Но по факту это работает так. Если бы мы меню, например, вывели вот сюда, то у нас был бы вот такой список. То есть, например, вот это главное, а вот это была бы статьи. То есть, под пункты меню очень легко назначить, просто вот здесь вот выбирая родителя. Я верну назад, нет родителя. Следующая вкладка категории. Здесь тоже я не останавливаюсь, потому что здесь просто отображение. Что-то хотите показать, что-то скрыть, аналогичные действия. Дальше вкладка блок тоже пропускаем. Абсолютно все то же самое также настраивается. Вы должны уже это очень хорошо понимать и знать. Отображение макет это тоже. То есть, это для категорий, а это отображение для статей. Конкретность вот нашей конкретного пункта меню. Интеграция тоже с лентой новостей интеграция. Тип ссылки. Абсолютно все то же самое. Здесь то же самое. Метод данных. Все. Все страницы, остальные вы знаете, как работают. Вот и все. Видите, ничего сложного нет. Просто у каждого пункта здесь разная цель. Закрыть. Да, и теперь вы можете назначить, если это нужно, другой пункт меню, статьи в нашем случае, кликнув просто вот сюда мышкой. Теперь главным пунктом меню будет являться статьи, а главное не будет являться как бы главным пунктом меню. Соответственно, внутри это, в настройках, это тоже вот переключатель. Это то же самое. Теперь он зелененький. Но я верну все-таки главную на место. Пускай главное это главный пункт меню. Дальше создать. Тип пункта меню. Разберем категории. Отображение списка категорий материалов. Давайте посмотрим, как он выглядит. Что нам дает. Заголовок я выберу категории, нажму сохранить. Данный вид пункта меню нам дает, видите, изменение категории высшего уровня. Корень. Что значит корень? Вот если на этом уровне я обновлюсь, во-первых, мы видим третий пункт меню здесь, категории. Если я сюда нажму, то вот в таком виде эта ссылка ведет именно на список категорий сначала. И сразу на количество материалов показано в ней. И уже отсюда я могу перейти в какую-то категорию. Но здесь статьи отображаются иначе. Оно выводится списком, видите. Здесь показана одна статья. Если я сюда провалюсь дальше, здесь, конечно, уже показана в обычном виде статья в полном размере. Соответственно, вот тут у нас три статьи. Зайдем. Здесь вот так отображается, да? То есть, смотрите, у вас это может отображаться по-другому. Дело в том, что у меня, скорее всего, стоит переопределение. Настройки именно в статьях. Точно такой же подход я использовал на своем официальном сайте fedorvasiliev.com. Вы могли это много раз видеть. Если вы здесь нажмете на блок на моем сайте, вот это то же самое. Видите, сначала вы видите три категории. А уже провалившись дальше, вы уже будете видеть анонсы статьи, которые относятся к данной категории. Но вы здесь можете, если это нужно, выбрать, например, чтобы это был не корень, а вот категория 1. То я, по идее, просто перехожу в категорию. Вот. Все. Я здесь не вижу ни материалов, ничего. Итак, смотрите. Если выбираете корень, и можно сделать вот так. Название категории, количество пунктов, то есть, статьи в данной категории можно скрыть. Выводить изображение, описание под категорием. Вы видите, как это сделано на меня. Правда, здесь это сделано в одну колонку. Соответственно, если вот так выводим, то, зайдя в категорию, здесь тоже она, картинка, и вот с этим описанием будет выводиться. Здесь я рекомендую сделать по умолчанию, чтобы у вас стояло из глобальных категорий тоже. Блок, список. Все остальные вкладки, там, дублирующие. Смотрите, если вы здесь назначаете глобальные по умолчанию, и хотите управлять вот этим, да, то есть, чтобы выводились изображения, там, еще что-то. Материалы или категории, здесь не важно, потому что это ссылка на стройке, она ведет на единую настройку. Здесь что я сделал? Заголовок категории, описание категории, изображение категории включил в положение «Да». Макет, блок. То есть, чтобы все красиво смотрелось как блок, а не списком. Уровни под категории все. Пустые категории, если хотите показать, показывайте. То есть, вот эти моменты глобальные нужно выставить. Именно где категории, категории, проверьте. Вот тогда будет здесь все нормально. Я возвращаюсь в пункты меню и создаю, рассматриваем новый вариант. Материалы. Следующий на очереди пункт «Материал» отображает отдельный материал. Вообще, на самом деле, часто использую это я в своей практике. Вот именно вот этот тип пункта меню. Здесь все просто. Вот видите, не выбрал, у меня не пускает сохранить. Заголовок пишу «Материал», например. Когда вы выбрали тип, появляется новый пункт выбора «Материал». Также, либо здесь создать, прямо в всплывающем окне «Материал», либо выбрать, если у вас уже создано. Это ваши статьи. То есть, конкретный пункт будет вести на конкретную статью сразу, на полную статью. Обычно это делается для, например, вывода внизу. Ну, вообще, на самом деле, можно много вариантов это использовать. Вывод – политические конфиденциальности текста. Например, вы в статью разместили и назначили пункт меню на эту статью, и где-нибудь там внизу разместили. Я выбрал статью «Сохранить». Давайте сразу обновим сайт. Вот выводится материал. Захожу. И просто ссылка ведет на полный текст данной статьи, которую я указал. Здесь больше дополнить нечего. Все остальные вкладки аналогичные. Смотрим следующий вариант. Создать. Тип. Материалы. Материалы в архиве. Никогда не использовал это, когда статьи вы добавляете в архив. То есть, зачем нужно это, я не знаю. Но здесь это можно вывести. Заголовок, например, «Архив». Все здесь то же самое. Нужно выбрать категорию. Пускай в категории «Одна». Выводит первую категорию статьи из архива. Здесь архив. Вкладка. Просто решаете порядок материалов. Поле даты для сортировки. Количество материалов в списке. Фильтр. Показатель нет. И количество символов. Остальное все у нас дублирующие вкладки. Сохранить. Если мы сейчас посмотрим на сайт, но при этом у нас не было добавлено ни одной статьи в архив, то пункт меню выведется на сайте. Вот он, архив. Есть сортировка. То есть, по месяцам, например, это искать, я так понимаю, нужную статью за год. Но мы ничего не найдем. Чтобы проверить, как это работает, нам нужно вернуться. Контент. Материалы. Пункт меню я создал. Привязал ее к категории 1. Здесь вот это у меня есть статья. Можно прямо отсюда поставить галочку напротив данной статьи. Действия. В архив. Из списка материалов исчезает материал. Мы можем здесь отсортировать. Просто показать статьи в архиве. Вот. Она помечается такой галочкой. Галочкой в архив. Если мы кликнем на эту пиктограммку «Снять с публикации», то по сути, и дальше очистим фильтрацию, мы увидим, что у нас эта статья вернулась сюда. Опять ее можно опубликовать. То есть, мы можем статьи помещать в архив, возвращать обратно. Давайте опять я засуну в архив. Как только появится первая страница в архиве, вы добавите, обновите сайт, вы сразу увидите здесь статью, которая у вас находится в архиве. Она никак не отличается внешне. Просто, я так понимаю, чтобы это был некий фильтр поиска. Вот видите, он не находит за другие месяцы. Потому что у нас нету статей за эти месяцы. Есть только за сентябрь, так как я создал статью и записываю урок сейчас в сентябре. Поэтому он находит в сентябре единственную статью, добавленную в архив. Вот так это работает. Возвращаясь в пункт меню «Создать материалы». И один из пунктов, о котором я уже много говорил, наверное, многие будут его использовать, «Создать материал». Популярная вкладка для тех, кто приглашает, скажем, к себе в помощники людей, которые будут помогать вести сайт. То есть добавлять статьи. Наемные сотрудники или просто хорошие знакомые помощники. Именно для тех людей, если вы не хотите пускать их в админку, чтобы максимально, так скажем, уменьшить им возможность где-то там лазить, чтобы вы не переживали, что если вдруг он что-то сломает. Возможно, это просто незнакомый человек, вы просто можете вывести пункт меню. Добавить статью, добавить новость на сайт, какой-то новостной портал у вас, чтобы каждый мог добавить что-то свое, но не заходил в админку. Вот как раз здесь «Создать материал». Выбираем этот тип, пишем заголовок «Сохранить». Здесь стоит рассмотреть вкладку «Параметры». Она отличается от тех вкладок, такой вкладки вы не увидите в других пунктах меню. Специальная категория вы можете назначить, то есть когда вы включаете, появляется новое поле, либо создать отсюда, либо выбрать, чтобы в специальную категорию помечались статьи, добавленные с сайта. Пускай это будет без категорий. Пункт «Перенаправление после отправки или отмены». У нас стоит главная страница. Человек, например, во время решил отменить отправку и сразу его отправить на главную. Либо это может быть заготовленная страница какая-то вами, то есть которую вы сделали заранее с текстом специальным, и потом здесь можно ее выбрать. Дальше «Перенаправление после отмены» тоже можно выбрать страницу. Все остальные, все в принципе дублирующие вкладки. Если перейдем на сайт «Обновимся», увидим этот пункт. Мы не авторизованы. Если я нажму «Добавить», мы увидим текст. У вас нет доступа к элементу. Пожалуйста, обратитесь к администратору сайта. То есть, по идее, вы можете вообще вскрыть вот этот пункт для зарегистрированных, то есть чтобы его вообще здесь не видно было. А то, как тот, кто авторизуется, зарегистрированный, увидит этот пункт, можно сделать так. У меня есть ранее созданные тестовые пользователи, вы помните. Мы с вами проходили в предыдущих видео. У меня есть пользователь «Тест» с правами зарегистрированный, обычный пользователь. Давайте посмотрим на этот пункт «Меню» глазами обычного пользователя сайта. «Тест». Но даже просто зарегистрированный пользователь, даже авторизовавшись на вашем сайте, он увидит это предупреждение. Вам нужно зайти в «Пользователя». Естественно, да? Затронем давайте это в этом видео. Заходите в «Пользователя». Группа пользователей. Ну, например, дайте ему еще группу пользователей «Публишек». «Сохранить». Еще раз я попробую авторизоваться, как этот пользователь. После этого он нажмет «Добавить материал», он увидит уже вкладки, сможет добавить заголовок. Вы потом промодерируете эту статью и решите, там, публиковать ее или нет. Дальше текст статьи. Автор, он не может выбрать, это надо переназначить в настройках, то есть информацию об авторе. Дайте ему права такие, этому человеку, чтобы он мог. Точнее, эти люди в этой группе могли писать автор, в данном случае скрыто. Публикация опубликована. Категорию, видите, не может выбрать, потому что мы назначили специальную, такую, скажем, тестовую категорию, пока материал будет на проверке администратором сайта. Другие данные заполняет. Мета-данные для поисковиков, да, то есть это описание этой статьи, которую он публикует, ключевые слова. Сохранить. Как администратор зайду в материалы, вот вижу тест-материал. Лежит он в без категории. Вы просто можете зайти в этот материал, если он совершил какие-то ошибки. Если вы сами там подправляете, подправите эту статью, да, опубликуете ее в нужную категорию, например. И вы должны понимать, что здесь можно более тонко это все настроить, например, скрыть от него какие-то еще пункты, например, уменьшить вот этот редактор, чтобы он не мог пользоваться всеми кнопками, да, оставить ему минимально. Это редактор TNMCA. Об этом у нас будет отдельное видео, когда будем проходить плагин. Скажем, поле автор. Если все же хотите дать возможность этому человеку заполнять поле автора, это по сути автор данной статьи. Информация будет, текст об авторе в статье тоже показана. Тогда вы заходите в поле, которое мы ранее создавали, это контент поле об авторе. В прошлых видео мы с вами его делали. Заходите в права доступа, публишер, вот это права, те, которые назначены для возможности добавлять с фронта, да, статьи. Вы здесь, вот это редактир значение поля выставляете разрешено и сохранить. Тогда у него будет возможность здесь писать. Также, когда мы с вами выбирали специальную категорию, которую без категории, вы же можете ее подготовить таким образом, чтобы статьи с этой категории, специальной категории, вообще не выводились на сайте. Это, скажем, временная категория, как будто бы на модерации статья. Вы ее проверите и уже сами в админке сайта назначите ей нужную категорию этой статье. Так сказать, проверка какая-то должна быть. Ну и в любом случае, если вы не хотите делать такой подход, вы можете всегда сделать доступ с админской части сайта, где у него чуть больше может быть прав, и где он уже сам знает, в какую категорию нужно ее, там, эту статью опубликовать. Мы рассмотрели все пункты меню, связанные с материалами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!